Всем привет, мы продолжаем играть в Кредо, мы с вами находимся в Элизии, и я двигаюсь к новой точке, неизвестной. Хочу узнать, что там находится, но подозреваю, что это опять же, да, это статуя. Я уже узнаю чисто по вот этой вот арке из двух колонн, ничего удивительного нет. Прошу прощения. Не хотел топить лошадь. В принципе, мы почти на месте. Нужно действовать осторожно. Так, это просто два воина, а где вон один и вон там аж второй. Блин, плохо. Далеко. В принципе, что я могу сказать. Давайте посмотрим на эту территорию. Эта территория уже четвертая, то есть вот эта первая, вторая, третья. Это уже четвертая, это последняя территория. Дополнение не самое большое. Это я могу вам сказать сразу. То есть, ну такое плюс-минус дополнение по размерам. Очень даже небольшое. Примерно как отдельный остров. Интереса меня, честно говоря, вызвало мало. Новых врагов тут добавили только в виде колоссов, которые стоят и участвуют в драке. Только если вы при них начинаете драку с кем-то, тогда он начинает тоже реагировать. Где еще один дурак? Где он подевался? А, вон. В остальном, все плюс-минус стандартные. Примерно на уровне стражей культа, если кто помнит. Типа, они не самые легкие. Их надо прям сложно бить. Но при этом и не самые сложные, ребятки. Примерно на уровне стражей культа. Вот примерно на таком уровне они все. Они и не сложные, и не легкие, просто иногда не очень удобные. Когда вас, допустим, загоняют в желток своим ударом, и вам приходится изворачиваться, чтобы хоть как-то что-то сделать. По поводу самой ситуации в игре, по сюжетным линиям, по принципе сюжетке, она мне не очень интересна, но это лично мне. То есть вам, может, и зайдет, кто его знает, может вам понравится эта сюжетка. Мне она пока не зашла и не нравится. По размерам острова, я уже сказал, он небольшой, по самим локациям интерес тоже возникает слабый. То есть, бейте капитана, уничтожьте. Снова-таки, в основном, в основном, игра, педжи, это все та же Odyssey, только в другой локации, все. Плюс добавили несколько новых фич, это усиленные скиллы, которые усиливаются за счет нахождения Откровений Хранителя. Насколько я помню, они так называются. За счет Откровений Хранителя, но проблема в том, что усиливаются только те способности, которые заложили разработчики. Я не знаю, по поводу того, можно ли, так, я не знаю, можно ли сменить набор. То есть, меняется ли он в зависимости от того, кем вы играете или как вы играете. Но у меня это град стрел и натиск Ореса. Ни то, ни другое для меня не является основным, потому что ни то, ни другое меня не вызывало интереса ранее. При усилении град стрел убирается возможность наведения. То есть, но вы стреляете сразу, мгновенно, делаете выстрел. И зона поражения у вас вокруг себя, в пределах, там, наверное, 5 плюс-минус метров. По поводу всего остального, ну, опять же, это все из разряда, как объяснить. Прикольно, но вот как отдельный DLC вообще не имеет никакого смысла. То есть, если бы они добавили это как просто ветвь культа, было бы интересней, наверное, потому что, как отдельно DLC прям запилить про ИСу, про Гермеса, про все... Ну, не знаю. У меня это никакого интереса не вызвало. Опять же, именно у меня. Может, вам эта история зайдет. Может, вас это прям вдохновит. И вам захочется пройти. Я пока понимаю только одно, что это не так уж интересно. И не то, чтобы прям дико нужно. Ну, вот, в принципе, на таком уровне проходится вся... Ой, я тебя не заметил. Я тебя прям реально не заметил, слушай. Так, мы получили какое-то письмо, но я его не прочитал. Я сосредоточен был на том, чтобы убить противника. По остальным приколам... По уровню тут все регулируется, опять же, как вы захочете. То есть, если вы установили на стройках игры, чтобы уровень персонажа и противника соответствовал плюс-минус, то так и будет тут. Нет ничего удивительного. Или нового. Дело в том, что... По остальным, по спектрам... Ну, это стандартное дополнение. Вообще ни о чем. То есть, если дополнение с культом было хотя бы более-менее интересно, с древним орденом, не имеется в виду, то это дополнение вообще какое-то... Типа, даже не одноразовое уж, извините меня за этот... И еще мне очень не нравится вот этот сраный слюк, который издает колосс, когда ты его убиваешь. Да я не хочу больше на кого нападать. Я и на этого нападать не хотел, я его просто не заметил. И снова-таки, это общая проблема всей игры, не отдельного момента. Когда у вас не срабатывает поиск икаром, он не отмечает некоторых персонажей. То есть, из-за того, что он там в доме был или двигался в это время в другом направлении, и ты просто его не видел. Не видел или не мог видеть, или еще что-то. Ты что тут, сцисш, что ли? Не сцил кустые, я тут хожу. Так, давайте вот этого завалим. И вот этого завалим. И вернемся сейчас, завалим голема, колосса. Опять же, это нужно для того, чтобы понизить... Понизить влияние Персифоны, вот да. Спасибо, что напомнил. Не мог вспомнить, как называется, херня. Понижая влияние Персифоны, мы тем самым усиливаем себя. Не себя, а мятежников, которые тут есть. А усиленные мятежники, это хорошо. Для усиления мятежников, то есть, для уничтожения влияния, мы можем использовать несколько видов, короче. Во-первых, это убийство любого противника. Оно дает нам минус, но... Весь прикол в том, что он дает там прям минимум. Оп. Тихо валим. Опять же, тут... Есть вещи, которые мне не нравятся до сих пор в этой игре. Одной из таких основных... Основной вещей... Является то, что... Тебе приходится... Во-вторых. Пробувь. Продолжение следует... Тебе приходится... Продолжение следует... Тебе приходится... Основной вещей... Карес-то тут при чём? Ты каким боком кареса должен? На тебе, на тебе с кареса. Шикарная способность, правда? На самом деле, да. После усиления она прям шикарная. Потому что до усиления мне она не нравилась. До усиления вы сами врывались в врага. После усиления вы создаёте вот такой иллюзорного БК, который и убивает противника, по сути. Это очень прикольно. Ближе, ближе, ближе. Пожалуйста, ближе подходи. Ещё один, блин. Не, нахрен. Так долго буду убивать их по одному. Вот так быстрее и удобней. И остаётся вот этот вот крепыш. Хорошо. Серьёзно? С одного удара? Так. Допустим. Но влияния я мало сбил пока. Так, мне нужно посмотреть. Да, вот. Град стрел. Он превращается в мощь Артемиды. Тут натиск Ареса. Он так и остаётся натиском. Или это не град стрел? Подождите. Не, вот это град стрел. А это мощь Артемида так и назывался, наверное. Странно. Я что-то думал, что это град стрел, но неважно. Особой сути в ситуации это не меняет. Влияния очень мало, блин. Я сбил. Надо больше, наверное, сбивать влияние. Херово. Вот именно вот этот момент с влиянием и является основной проблемой игры. То есть тебе нужно сбить максимальное влияние врага, что сильно напрягает. Да что, у меня осталось тут три противника. Ладно, давайте их добьём тогда. О, вот ещё один есть. Хорошо. я не знаю, что это за дурачок, что он тут стоит, но пускай стоит себе. Я тут задумался, честно говоря. Колоссы стоят по-разному. Тот, что поднял и отводит руку в сторону назад, если найду, покажу. чтобы вы точно поняли. По-моему, они убиваются с одного удара в спину, а все остальные только с двух. ты же барышня. Так, и остался последний, по идее. и опять же, очень мало влияния скинулось за счёт того, что я вот целую крепость зачистил. Всё равно, блин, очень мало влияния скинулось. должно было скинуться побольше. Ладно. Может, в других местах будет возможность скинуть больше влияния, потому что, ну, я не знаю, как это, что тут ещё сделать по-другому. так, ну, лошадь, пожалуйста, догони меня, нет? Я как-то специально вызываю тебя, потому что мне не хочется долго ехать. А ты как наглублен. Долго перебираешь копытами. Так. Это то, ради чего я сюда приехал. Чтобы подняться наверх. И там точка обзора. Недалеко. Нужно её открыть, и после этого уже буду двигаться дальше. там, 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 вот. Точка обзора. Тут же и враги есть, но я не уверен. Вот, я про этого говорил. Нет. Боже. висящая херня. Как-то нелогично. Как-то очень нелогично, честно. И что-то туда залез. хорошо. Хорошо. Минус 30 влияние Персихоны. Что уже неплохо. Но это типа а-ля какой-то мирный городок. Я надеюсь, что тут будет кузнец. 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 Если будет кузнец, будет хорошо. Потому что мне нужно улучшить костюм до последнего. У меня аж не весь костюм, а шляп. 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 Капюшон точнее. Почему ты? Я пытаюсь вылезти выше, а ты прыгаешь вниз. В чем логика? Пожалуйста, объяснись. Так. Да, я вижу, что тут есть задание какое-то. Его можно взять, но я не очень хочу. А тут типа они просто так не дадут пройти, да? Или дадут? Мне можно пройти? Да, мне можно пройти. Нанести визит Персифоне. Типа тут Персифона сама живет? Церр, легендарный пес. Да. Но я сначала хочу открыть точку обзора, только потом уже полезу в Персифоне. Точнее, не так, я обследую всю область, снижу ее влияние до максимума, и только тогда уже полезу в ней. влезть сразу это как-то тупо. Стоп, где точку обзора, я ее потерял. А, вот. Хорошо. Точку обзора я нашел, но я вижу, он там стоит, этот крендель, который мне мешает. нужно будет его убить. Я прогаляю моего, он еще один. Он, видите, стоит. Руки в боки. Вот этот с одного удара сдох. Почему, не понимаю. Ну, и хрен с ним. Сдох и сдох, правильно? А этот непонятно, сдохнет с одного удара или нет. Нет. Вот в чем разница? Не понимаю я этого, ну, ладно. Что нам надо? Нам нужно открыть все знаки вопросов. Это что у нас? Красивая фотка, очень красивая. Давайте вот этот знак вопроса откроем. Нам понемногу нужно будет этот, потом мы пойдем выполнять основные задания. Сейчас я подкрываю все точки вопроса, вот эти вот, все территорию все открою, только потом пойду на основные задания. Вы спросите, зачем такая сложность? Почему просто не забить на терраса просветления? здесь опасно, надеюсь меня не заметят. Ну пока не заметят, там дальше хрен его знают, как повезет. Церп, в смысле цербер, боже, я только сейчас допер, что это цербер, блин. То есть я по сути с цербером вот этого владил его там вот он бегал. Попробуем этого. Минус 15. То есть мне нужно максимально спустить ее влияние, вот в чем проблема. А для этого приходится всех убивать. Без убийства всех вся я не смогу влияние спустить. Персифоны. Это нет. хорошо. Осталось два одно сокровище. с этим получится. получилось. Точнее получилось бы, но у меня не было адреналина, мне обычная атака сработала. Ну давайте подождем. Мне нужно, чтобы они немножко разошлись, чтобы я мог хотя бы одного двух выцепить. Вот типа вот так. Так, тут мощный, мощный, мощный стоит. Мне нужно, чтобы он прошел обычный, вот этот. убить. Интересно, они замечают, куда пропадают люди, когда ты убиваешь кого-то? Пропадает. Они вообще обращают на это внимание? Или только когда видят трупы? мне бы вот этого убить и вот этих двух. Вот этот, шикарно, иди. Иди на общие ступени смерти, блин. Серьезно, они все идут туда, и все там умирают. Твой талант был плох, ты не дошел даже до ступени смерти. и забрать сокровища и все. Мы прошли эту область. Опять же, основная проблема это влияние. да, я вижу вот эту вот херню. Я попробую сейчас его убить мощной атакой, не получилось. хорошо. И последний кусочек. Что нам нужен? твой мать, сколько тут вещей валяется просто. Хорошо, хорошо, хорошо. Террасу мы зачистили, осталось осталось, осталось, осталось. Раз, два, три, четыре, пять. Давайте с вот этого начнем, с самого дальнего знака вопроса. А, я уже вижу отсюда что там. Там сраная статуя, которую нужно разбить. Давайте быстренько разбиваем статуи и отправляемся дальше. Весь прикол в том, что в прошлом похождения игры у вас уже все вещи, которые есть, они более-менее хорошие, вам нет смысла менять их на что-то другое. Только если это что-то другое будет максимально улучшено. Знаете, вот. А в остальном это не имеет смысла. А если это не имеет смысла, то в принципе прохождение остается только ради чего? Правильно, ради интересного сюжета или ради интересных каких-то моментов. Ради красивых локаций. Все. В остальном прокачка персонажа уже застопорилась. Она у меня застопорилась очень давно, потому что мне не нужно столько скиллов, сколько они предлагают для игры. Это в принципе не нужно. То есть ты уже получаешь столько скиллов, сколько тебе нужно. 8 на ближний бой и 4 на дальний. Какой смысл тебе брать еще 20 скиллов, которые ты используешь все равно не сможешь? Да, ты сможешь переключиться между ними, но смысла в этом будет мало. Хорошо. умениям. в принципе, может людям, которые любят проходить все, 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 что может, им зайдет. Персифона будет зла. Ну, минус 30, минус 60, по сути, потому что минус 15 за каждого этого. Но тут главное, я получаю плюс одно очко к умениям. это уже хорошо. Что у нас тут? Хорошо. Это что? Давайте сюда. Мы пока набиваем... Там еще одна статуя, потому что арка стоит. Это арка только возле статуи останавливается. тут вопрос снимается сразу, что это за хрень. Тут вопрос поднимается, что это за хрень. Я не понимаю. Святилище жеребцов. Окей. Что я получу с этого святилища жеребцов, пока непонятно. Ну-ка посмотрим. Ну, неоткрытое место хорошо, но тут святилище жеребцов ничего интересного нет. или что-то есть. Нет, ничего нет. Едем. Ладно, тут прикольные жеребцы есть. Давай, вперед. Нет, вообще ничего толкового не вижу. Едем за следующей статуей и после этого вернемся до нового знака вопроса. можно улучшить урон в спину на самом деле. Еще. То есть сейчас мы пока не этот дар мраморной девиас снова таки. хорошо. Осталось еще двое. Один там, один там. вырезать их по одному реально удобнее, чем драться со всеми сразу. и последний и теперь два голема колосса. опять же основная проблема этих колоссов это звук который они издают все. В основном вот это две вещи которые мне весят это то что они не умирают с одного удара. Вот как этот. К сожалению не все так умирают. Хорошо. Богоборчество. Я так подозреваю это была последняя статуя которую я мог разрушить. Я ее разрушил. Шикарно. Что у нас осталось? У нас осталось следующее это сходить вот к этому знаку вопроса и к этому знаку вопроса и все. А это подниматься нужно да? Ну ладно давайте поднимемся. Просто интересно что там я не знаю. Я в Персифоне покасоваться точно не буду потому что рановато. Я еще не выполнил все задания. Самое смешное что когда я только пришел Персифона сразу захотела меня убить. А ведь я ничего не сделал я просто пришел в Элизию и она сразу убить его убить его. Даже слушать не захотела скотина. Акрополь Персифоне окей а мне нужно было по заданию какому-то в Акрополь Персифоне подняться 14 метров 14 метров типа еще не дошел 43 метра 33 33 А это внизу должна быть хрень или что где эта херня должна быть а я понял я понял я дурак я зря спрыгнул блин это внутри внутри да я хочу лошадку себе там за поднятие в Акрополь Персифоне дают лошадку я хочу лошадку нужно внутрь как-то спуститься да да нужно внутрь спуститься а как ага там прям куча народу лучше не лезть в бой и действовать незаметно лучше опять я еще неприятности чего тебе надо дурак Так, вот этого. Не очень понимаю, что вот тут находится. Ничего. Просто пустота. А, тут спуск в этот. Вход в это говно. Окей, я понял. Я зря лез в окно. Я хрен с ним. Какая разница, правильно? Главное результат. Стой на месте! Это вряд ли. Может, толпой бы вы меня еще загасили, но один ты вряд ли справишься. Ну ладно, вдвоем. Давай, мужик. Молодец. Получи. Еще один. А теперь я тебя еще. И еще один слез. А ты какого хрена? Я ж не возле тебя дрался. Я не понимаю этой логики, честно. Ну да, они... То они стоят на месте и не двигаются, то они слазят, блин, просто так. Вот так. Да я ж уклонился, блин. Ну и хрен с вами. Так. Забираем. Что у нас тут? Где он? Еще где-то один должен быть. Где еще один ящик сраной? В этом углу барахло. В этом углу барахло. Тот открыл, этот открыл. Где-то еще должен быть один. Вот. Тут. Да? Да, вот он. Хорошо. Мы разграбили сокровище Элизия. Так. И остался еще один знак вопроса, который мне неизвестен, да? Да, вот он. Давайте к нему двинемся. К нему не так далеко, 200 метров всего лишь. Да я уже пешком добегу, блин, пока ты креешь. Пошел. Еще одна статуя, да? Не должно же быть еще одной статуи. Не. На. На. Могильник тишины. То есть еще одна усиленная способность будет. Сейчас посмотрим, что за еще одна усиленная способность. Потому что я не уверен, что это может быть. Так. Ну, у меня хватает как раз этих очков, навыков, чтобы еще одну способность посмотреть. Я не знаю, что там за способность, но надеюсь на что-то полезное. С этим все. С этим все. Так. Ну, пока, честно, способность БХ меня не впечатляет. Вот в чем. Прикольно. Просто прикольненько. Так, ладно. Мы будем собирать эти по 20 монеток, потому что это очень долго и очень неудобно. Дайте хоть одну какую-то классную способность, пожалуйста. Безумие Ореса. Теперь это усиление доступно в меню способностей. Давайте посмотрим, что там за безумие Ореса. Пу-пу-пул. Где? Так, раз, два, а где? А, вот. Безумие Ореса. С способностью в присутствии божественной ярости все атаки наносят на 20% больше урона в течение 10 секунд. Пока длится ярость, все вражеские атаки не смертельны. Ну, допустим. Давайте я его возьму и установлю. Яростные удары требуются, да? Давай яростные удары. Что теперь выберите? Позволяет производить полную мощь копья Леонида в течение 10 секунд. Все удары наносят плюс 35 урона убийцы. А любые вражеские атаки... О, это уже неплохо, слушайте. Давайте я даже выберу и установлю ее на единичку. У меня там оружие само по себе урон дает урон ядом. Безумие Ореса должно неплохо заходить на самом деле. С таким этим. Но мне все равно оно не очень нравится, честно. Я бы лучше с удовольствием поменял все три улучшения для одного удара героя. Просто все три слил и взял удар героя. Удар героя просто божественный, ну, блин. Во-первых. Во-вторых, лучше бы там какие-то усиления мощного удара в спину, блин. Тоже шикарно было бы. Ну, пока это все на самом деле по улучшениям. Что у нас остается? Давайте посмотрим по карте, что у нас остается. У нас остается только сама Персифона, которую нужно убить для Верзит Персифонин нанести. Тут у нас остается задание встретиться с Гекатой в приюте. И где-то еще я видел одно задание. Где оно? Или я его случайно выполнил, пока бегал? Да, я его, походу, случайно выполнил. Найдите откровение хранителя одно в приюте Фрейи, в пристанище мертвых героев. Так, хорошо. Где у нас приют Фрейи и пристанище мертвых героев? Пристанище мертвых... А, в Геи. Это не то. Приют Фрейи. Пристанище мертвых... То есть, это где-то тут должно быть. Окей. Мы перемещаемся туда и оттуда начнем выполнение квестов. И это будет, наверное, уже последняя серия после квестов. На данный момент всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, буду рад вас видеть. Всем пока.